Добрый день, дорогой народ! За окном уже во всю земля покрыта снегом, я уверен у большинства из вас, а это значит, что с момента нашей последней встречи прошло очень и очень много времени. Соответственно, и событий, что за этот период накопились в Меридианы, большое количество. Дабы восполнить все недостающие пробелы, о них я и хочу сегодня поведать, освежив и свою, и вашу память, а также упомянуть кое-что новенькое, и при этом очень и очень важное для самой Дианомании. Что ж, приступим! И начать я хочу с новых песен, коих в этом году у Дианы было совсем немало, но расскажу о конкретных, тех, что вышли преимущественно на цифровых площадках. Первая из них, конечно же, Откровение. Появилась она еще летом, 28 июля, и вместе с ним содержала в себе крайне жаркую основу. Все потому, что выполнена она была в традиционной шаманской стилистике, так обожаемой поклонниками. В ней тревожное мистическое начало, сопровождаемое пленительной вокальной линией, далекими природными звуками, синтетической трелью частого сердцебиения, шепотами, переговорами, дудуком, если не ошибаюсь, и многослойным хором в исполнении самой Дианы. В конце же песня вообще взрывается настоящим ракешником, еще одним поджанром Диана Стиля, от которого публика просто без ума, что стало, кстати, настоящим сюрпризом для всех. Чуть позже, плавно перетекая к мягкому завершению, словно из буйного водопада, бросаясь в почти безмолвные сужающиеся устья реки. Вторая композиция, напротив, легенькая, безмятежная, душевная, о любви, о чувствах, надеждах, о самом дорогом и близком, что есть у человека в жизни. Оттуда ее название – «Рядом ты». Это спокойная, обволакивающая теплом нежности голоса Дианы песня, гладящая, как вода, щекочущая, как песок и плывущая вдаль под стать уходящему лету. Прослушав ее, на вашем лице определенно должна застыть широкая улыбка. Третья же вышла совсем недавно, буквально где-то недели три назад, и носит название «Лечу водопадом». Являясь собой самым, что ни на есть, танцевальным произведением, она так и просится на какую-нибудь популярную радиостанцию или даже дискотеку. Тематика – то, что в большей степени переживают молодые люди. Неразделенная любовь, душевное смятение, переживания, переосмысление своих действий и новый путь после разделения жизни на «до» и «после». Особо хочу выделить припев. Мне он показался очень мелодичным и, в общем, очень понравился. Это далеко не все песни, которые родились у Дианы в этом году, но о других вы узнаете чуть позже. Сейчас же я хочу обратить ваше внимание на мероприятия, в которых так или иначе поучаствовала Диана в 2022 году. В первую очередь, это, конечно же, шоу, посвященное юбилею нашего тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, где Диана исполнила свой нашумевший кавер-хит с шоу Мозгуана «Can't Help – Fallen in Love» под выступление на льду олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Второе, опять же, связанное с зимним видом спорта событие, это 50-летний юбилей знаменитой серии по хоккею между сборными СССР и Канады, на торжестве по случаю которого Диана исполнила две песни «Знакомую вам всем Россию» и ставшую в дальнейшем знаковой для ее репертуара в этом году «Небо славян». Также Диана по-настоящему оторвалась на праздновании дня города Дубны. Почти два часа бесперебойного яркого шоу. Зрители были просто в восторге. «Фонарики включим, задние ряды, фонарики! Давай, давай! И танцуем с фонариками, ну-ка я смотрю! Давай, давай, давай! И вот в октябре произошло событие, которое сложно как-то по-особому охарактеризовать, описать или тем более переоценить, уже для самой Дианомании. Вам все будет понятно без слов». Диану пригласили в качестве гостевой звезды на отборочный тур шестого сезона «Ты супер». Примечательно то, что это произошло в том числе потому, что один из его участников, Кирилл Желейко, имел сокровенную мечту с Дианой познакомиться. «Мечтам и спеть с Дианой Накудиновой». «Серьезно?» «Да». «Вот ты знаешь, никто уже не сомневается к шестому сезону, что на этой сцене действительно зажигаются звезды. И вот эта звезда появилась здесь, на нашем проекте, ты супер!» «Так получается, что НТВ позволяет многим детским мечтам сбываться. И это на самом деле просто замечательно. Так было и с самой Дианой однажды, благодаря чему уже совершенно взрослая она сама может дарить радость другим людям. И взрослым, и детям. А уж сколько еще таких моментов будет в дальнейшем, я думаю, несчетное количество. Нет ничего невозможного. Она, конечно же, пришла тебя сегодня поддержать. Встречайте, Диана Анкудинова! Однако сейчас мне бы хотелось внимание немножко сместить в сторону вас, дорогие поклонники. Всех Дианоманов я имею желание не только похвалить, но и высказать вам глубочайшую благодарность и уважение за все то, что вы делали и продолжаете делать на протяжении времени существования канала и нашего сообщества. Я никогда не была здесь в роли гостя. Это очень волнительно. У меня дрожат коленки. Кирилл! На этой сцене исполнились многие мои заветные мечты. И я очень хочу, чтобы у других было так же. Поистине, это крутейший год, за который было сделано просто уйма всего хорошего и полезного. Без вас ничего бы этого не было. Так вот, к сути, у Кирилла Желейка была еще одна мечта, которую вы вместе с Дианой помогли реализовать. Я узнала, что ты хочешь телефон определенной марки. И мне очень захотелось исполнить твое желание. Но, честно признаюсь, я пока что столько не зарабатываю. Но моя группа поддержки Дианомания мне в этом помогли. Это люди из разных стран и городов. И у нас получился такой общий подарок для тебя. Откроешь позже. Имя Дианомании впервые прозвучало на телеэкранах. Дорогие участники Дианомании, это ваши старания, это ваша энергия, это для вас. И еще раз моя титаническая благодарность каждому за поддержку Дианы и, как вы можете видеть, не только ее. Верь, пожалуйста, в себя, в свою мечту и в хороших людей. И будь хорошим человеком. Концерты. Ох, у Дианы в этом году их была уйма. Сочи, Геленджик, Ставрополь, Ростов, Краснодар, Москва. Сам я был всего на двух, но зато как попал удачно. Санкт-Петербург, конечно же, аккурат к которому Диана разучила новый кавер. Дельтаплан. В Глухаре в августе царила, как всегда, приятная, теплая семейная атмосфера. Время пролетало просто незаметно. Было несколько сюрпризов, дебютов, и один из них Диана исполнила уже на знакомой вам всем укулеле. То были ею написанные стихи. Диана же обещала в скором времени применить новоприобретенный инструмент на концертах. Диана сдержала обещание. Не каждый способен хотеть войти в плен и с маски стряхнуть свои стразы. Глаза открывает и видит лишь страх в потерянном море сомнений. И думает, что это с ней все не так. Проблема? Кривые колени. Но особенно из всей плеяды городов хочу выделить Омск, так как там произошло еще одно знаковое событие для Дианомании. Мы узнали, вот буквально за несколько минут до концерта, мы узнали, что сегодня в зале присутствует один человек, который очень много для меня хорошего сделал. Этот человек один из основателей моей очень хорошей группы поддержки Диана Мания. Мы никогда с ним не виделись, как-то не было возможности, так скажем, ему приехать на мой концерт. И сегодня эта возможность появилась, и я узнала, значит, о том, что этот человек есть сегодня в зале. Это Андрей Собуркин. Андрей, вы здесь? Ну, здравствуйте. Вот, я решила эту открыточку очень законно вам подарить. Вот, это вам. Спасибо вам большое за поддержку. Мне это правда очень важно. Андрей, по машине. Это мы уже не старались, а? А это Андрей Собуркин. Вы, дорогие зрители, Андрея никогда не видели. Но он, тем не менее, был с нами с самого начала. Являясь давним поклонником творчества Дианы, одним из создателей группы Диана Мании, и вот уже больше года он активно участвовал в поддержке творчества Дианы. Андрей, я несказанно рад за тебя, так как ты, наконец, смог попасть на концерт любимой певицы и получить те впечатления, которые ты получил от данной встречи. Жму виртуально руку. Ну, а Диане, конечно же, огромная благодарность за то, что отметила по-настоящему достойного человека. Вы, народ, тоже, кстати, приходите на ближайшие концерты Дианы. Зимой она посетит множество различных городов, среди которых, вполне вероятно, окажется и ваш родной или, на худой конец, один из ближайших к вам. Давайте, устройте себе настоящую новогоднюю сказку. Итак, мы, наконец, добрались до главного блюда сегодняшнего выпуска. Совсем недавно, 8 ноября, в Москве, в культурном центре Меридиан, состоялся предпоследний на текущий момент концерт Дианы. И вот он, без всякой скромности могу заявить, получился одним из самых выдающихся событий в этом году у Дианы. И таким он вышел ровно по трем причинам. Диана! Выходи! Диана! Выходи! Ничего не видно, кстати, люди. Диана! Выходи! Как народ лютует-то, а? Диана! 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 Молодец! Поехали! Сейчас что-то будет Ты река Ты течешь Ты не куришься Ты не куришься Во-первых, потому что это был ее первый сольный концерт, исполненный собственной группой. Была живая музыка, соответственно, новые аранжировки, новые костюмы, само собой, новые методы исполнения, а потому и абсолютно новая атмосфера. Ой, такая... Да ты чего сидишь? Да не улыбнешься... Во-вторых, на концерте Дианой был презентован целый ряд новых песен. Да, с некоторыми вы уже успели познакомиться, но тут Диана исполнила их впервые вживую. А вот другая их часть – еще никем не виданные и неслышимые композиции. Поверьте, сюрпризов было немало. И, наконец, третье и, наверное, самое важное по значимости для нас событие. То, за что я очень-очень горд – силами Дианомании, то есть вашими и нашими силами, была произведена профессиональная съемка данного концерта. Загулисье Меридиана. Виталий. Репетиции, настройки. Много-много всего. И камера наша будет снимать сегодня. Много-много всего. обратная сторона сценической жизни и да такая артистическая гримера а а обои а а а а а а а а а Это вообще отличный стол. Да? Конечно. Нужно я больше за камеру переживать, чем за него? Подожди, а что ты говоришь, что он был? Ну как, ты его запозднял? Ну что, тогда он не сон. Эксим. 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 Ох, народ, не хочу лишний раз выпендриваться, но должен сказать, как по мне, в скором времени вас ждет, наверное, одно из самых крутейших зрелищ, что вы когда-либо видели, связанных с Дианой, на ее официальном канале, конечно же. С живой музыкой, разноплановой картинкой, свежими аранжировками, невиданным антуражем. Вы, зуб даю, взгляните совершенно по-новому на все творчество Дианы. Удивитесь, как необычно способен раскрыться старый материал, авторские песни Дианы, как преобразились любимые каверы и насколько интересно звучат новые песни, конечно же. Мой безоговорочный фаворит – это «Зима без снега». Как глупо все, никак не левая, зима пришла опять без снега. И с футболом по вечерам с ума, такая сиренка зима. Без всякой скромности готов вас заверить. Вам это категорически понравится. Я обещаю. Я вам даже завидую немножко, потому что послушать это в первый раз – наслаждение абсолютно. Нет, в зале, конечно же, это тоже круто звучало и выглядело. Все, кто побывал на этом концерте, тоже везунчики не меньше вашего. Но, тем не менее, это будет круто. Ждите. Вот такие вот дела у нас творятся. Да. Народ, это был по-настоящему богатейший и бомбический год для Дианомании, для Дианы и для нашей коллаборации. Мы растем, Диана растет, и мы будем продолжать совершенствоваться и творить дальше. Радуя, конечно же, вас, уважаемая публика. Только вот совсем никто не запрещает вам тоже в этом участвовать. Если имеете желание поддерживать Диану, присоединяйтесь к нам. Подписывайтесь на канал и на группу Дианомании ВКонтакте. Мы вам всегда рады. Также ждите новые видео на канале, ждите новое творение Дианы, тот самый сюрприз на ее канале. Я надеюсь, он будет до Нового Года. Ну, наверняка. Так что ждите. Ходите на концерты, конечно же. Зимой их будет очень много. Под весь этот антураж, под новогоднее настроение. Это же круто. Согласитесь. Главное, не болейте. Будьте здоровы. Мы с вами увидимся совсем скоро. Пока. Это была Диана Мани. Субтитры сделал DimaTorzok